Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 30 главу. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иаковы, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову, «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Иаков разгневался на Рахиле и сказал ей, «Разве я Бог, который не дал тебе подачи рева?» Она сказала, «Вот служанка моя Валла, войди к ней, и пусть она родит на колени моей, чтобы я имела детей от нее». Это обычаи, которые мы уже упоминали. Если женщина не рождала мужчине детей, то она была обязана по обычаям того времени предоставить ему свою служанку, и дети, которые бы мужчина имел от этой служанки, они считались бы детьми вот этой женщины. Это очень странный, конечно, для нас обычай, достаточно дикий и, конечно же, несообразный новозаветной этике в вопросах брака, но он вот в то время существовал. Ни в коем случае не значит, что он хороший, он не хороший, как и многие ветхозаветные обычаи, которые не продиктованы Богом. Не все, что описано в Библии, является проявлением воли Божьей. Многое — это просто обычаи, которые существуют у людей того времени, с которыми Бог работает и которые он до поры до времени терпит. Как мы в Новом Завете читаем в Евангелии, когда Господа спрашивают о разводе, о том, что Моисей позволил разводиться, он говорит, что «по жестокосердию вашему Моисей дал вам сию заповедь». То есть худые обычаи людей невозможно исправить моментально, и поэтому их до поры до времени Бог терпит. И один из таких обычаев — это то, что жена, которая остается бесплодной, она приводит к своему мужу-служанку, и дети от служанки считаются как бы ее детьми. «Вот служанка моя Вава, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имела детей от нее». Дети будут считаться, соответственно, детьми Рахели. «И дала она Ваву, служанку свою, жену ему, и вошел к ней Иаков, Вава, служанка Рахелина, зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахель, судил мне Бог и услышал голос мой и дал мне сына. Посему нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила Вава, служанка Рахелина, другого сына Иакову. И сказала Рахель, борьбой сильную боролась я с сестрой моею и превозмогла. И нарекла ему имя Нефалим. Лия увидела, что перестала рождать и взяла служанку свою зелфу и дала ее Иакову в жену, и он вошел к ней. И зелфа служанка Лии назачела и родила Иакову сына. И сказала Лия, прибавилась. И нарекла ему имя Гад. И еще зачала зелфа служанка Лии и родила другого сына Иакову. И сказала Лия, «К благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины!» И нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахель сказала Лии, сестре своей, «Дай мне мандрагоров сына твоего». Но Лия сказала ей, «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься мандрагоров сына моего?» Рахель сказала, «Так пусть он ляжет с тобой в эту ночь за мандрагоры сына твоего». Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала, «Войди ко мне сегодня, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». Мы видим, здесь продолжается соперничество между Лией и Рахелью. И видим, что полигамный брак это не очень такое гармоничное предприятие. Там между женами постоянно существует напряженность и соперничество, и Лия перекупает ночь со своим мужем за мандрагоры своего сына. «И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Якову пятого сына. И сказала Лия, «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему». То есть мы видим постоянно, что Лия, она находится в неблагоприятном положении, она находится на вторых ролях, она нелюбима, через какое-то время она перестает детей рожать, ей приходится отдавать мужу служанку, но в конце концов Бог ее богословляет, Бог ее восстанавливает, она продолжает рожать. «И нарекла ему имя Иссахар, что значит возмездие. И еще зачала Лия, и родила Якову шестого сына. И сказала Лия, «Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж, ибо я родила ему шесть сынов. И нарекла ему имя Завуон. Потом родила дочь, и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог Арахили, и услышал ее Бог, и отверзл тробы ее. Она зачала и родила Якову сына, и сказала Арахили, «Снял Бог позор мой». И нарекла ему имя Иосиф, сказав, «Господь даст мне и другого сына». Бог вспомнил Арахили. Почему? Потому что теперь Арахили уже оказывается на проигравшей стороне. Оказывается, она оттеснена, она является уже предметом насмешек, она уже остается бесплодной женщиной, у которой все дети на самом деле от служанки. И тут Бог открывает у трубы ее, она зачала и родила Якову сына. В античном мире бесплодие считалось проклятием и позором, и вина за это возлагалась на женщину, и избавиться от бесплодия было, соответственно, большим утешением. И вот Арахиль, она избавилась от бесплодия, и она родила Иосифа. Иосиф — это младший из детей Якова. О нем дальше будет идти речь. В следующих главах уже. После того, как Арахиль родила Иосифа, Яков сказал Лавану, «Отпусти мне, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел боговоление пред очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». И сказал, «Назначь себе награду от меня, и я дам тебе». То есть Бог благословил не только Исаака, Бог благословил Лавана, у которого он жил. И опять-таки, это благословение не является результатом заслуг Якова и не является точным результатом заслуг Лавана. Божье благословение — это чистый, щедрый дар, который Бог дает ради Авраама. Ради того, что Бог благословил Авраама, и он благословляет его потомство. И сказал, «Назначь себе награду от меня, и я дам тебе». И сказал ему Иаков, «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с прихода моим. Когда же я буду работать для своего дома?» И сказал ему Лаван, «Что дать тебе?» Иаков сказал ему, «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройдусь сегодня по всему стаду овец твоих. Отделя от него всякий скот с крапинами и пятнами, и всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами и скос. Такой скот будет наградой мне, и будет мой. И будет говорить за меня пред тобой справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. «Всякий из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черный, и не черный это краденое у меня». Лаван сказал ему, «Хорошо, пусть будет по слову твоему». И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, и всех на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою и между Иаковом на три дня пути. Иаков же пас остальным мелкий скот лаванов. «И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них Иаков белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях. и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, с крапинами и с пятнами». Конечно, такого рода технология, она не имеет ничего общего с генетикой, с тем, как появляется действительно скот с пятнами. Это путь, через который действовало Божье богословение в жизни Иакова. «И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту лаванову, и держал свои стада особой, не ставил их вместе со скотом лаванов. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытых перед глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Мы видим, как Иаков, он чрезвычайно укрепляется и обогащается. А лаван сталкивается с обеднением из-за того, что он его обманул. Обманул с Леей и Рахилией в свое время, и этот обман к нему опять возвращается. То есть обман — это такое дело, которое возвращается к тому, кто его запустил. И это один из нравственных уроков этих глав книги «Бытия», что не надо никого обманывать, ты сам будешь обманут в итоге. Но Бог действует через все это хитросплетение человеческих судеб, через все это хитросплетение человеческих поступков, иногда достойных, иногда совсем даже нет, и Бог осуществляет свой тайный замысел. Бог возносит Иакова и обогащает его, потому что Бог дал такое обещание Аврааму. Бог обещал размножить Авраама, Бог обещал, что его потомки завладеют землею, и Бог осуществляет этот замысел в жизни Исаака. Как Бог осуществляет свой замысел в жизни каждого из нас, видим мы это или нет. Мы с вами прочитали 30-ю главу книги «Бытия». Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». «Экзегет.ру». Продолжение следует...